Всем привет, дорогие друзья! С вами Эвелина и Айка Сторис. Сегодня у нас особенный выпуск, потому что мы сделаем обзор на коррекционный центр для детей Aron Kids. Давайте посмотрим! Могу сказать, что это залипательно даже для взрослых. Кстати, этому коррекционному центру уже целый год. 6 мая 2022 года открылся данный центр и уже целый год высококвалифицированные специалисты работают с особенными детками. Давайте же посмотрим, что же ожидает нас внутри. И первое, что нас встречает, это небольшая гардеробная и стойка для регистрации. Здесь мы видим стойку регистрации, ресепшн. И, как мне рассказали, в день проходит здесь около 100 детей терапию и 24, которые учатся в садике и в школе. Школа и детский садик также специализирован для особенных детишек. Здесь мы видим доску, где расписаны все терапии. Итого здесь их 14, они все максимально эффективные для детей. Стоит отметить, что сам центр очень яркий, красивый, приятный. Ну и диван Shell от компании Aika такой же яркий. А здесь мы видим небольшую зону ожидания для родителей. Пока детки на коррекционных занятиях, родители могут посидеть, выпить чай, кофе, пообщаться с другими родителями. Как видите, здесь очень гармонично вписалось стул Fit и столик Стокгольм. Мне кажется, что стол Стокгольм от компании Aika идеально впишется в любой интерьер и будет смотреться достаточно лаконично. Ну а теперь давайте возьмем небольшое интервью у ABA-терапевта. Здесь у нас находится ABA-терапия. Сейчас мы возьмем интервью у специалиста. Здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать! Меня зовут Эвелина. Меня зовут Азиза Алишеровна. Очень приятно. У нас к вам очень много вопросов, потому что это достаточно такая интересная тема, о которой мало говорят, и она, к сожалению, не освещается. Поэтому расскажите, пожалуйста, про особенных детей, которые находятся в этом центре и проходят терапию. Хорошо. Нам очень приятно, что вам эта тема очень интересна, потому что на самом деле вы правы, это мало освещается. Это какой-то новый диагноз, например, как аутизм на данном этапе. У нас разные особенные детки есть. Дети с аутизмом, дети с синдромом Дауна, интеллектуальной недостаточностью, с ДЦП и так далее. Но больше, конечно, наш центр ориентирован на детей с аутизмом. Кто такие дети-аутисты? Это особенные детки, которые не могут коммуницировать. То есть у них нет коммуникации, не могут общаться с другими людьми, скажем так, со сверстниками, со взрослыми и так далее. Это связано с основной такой проблемой, такой как непонимание речи. То есть особенно детки, именно аутисты, у них проблемы с пониманием речи. Они нас не понимают, скажем так, если буквально говорить. Также есть несколько элементов, конечно, аутизма. Это не отзываться на имя. Например, многие родители именно с этого и начинают бить тревогу тем, что зовут ребёнка по имени, а он никакой реакции не даёт. Потом начинаются проверки слуха и так далее. Большинство детей стопроцентно слышащие детки. И также не смотрят в глаза, то есть нет глазного контакта. Вот эти вот моменты. Не общаются со сверстниками, то есть нет игр и так далее. И это есть аутостимулятивное поведение. Например, это повторяющееся поведение, оно и называется аутостимуляциями. Например, есть детки, которые всё время в чё-то крутят. Пусть это будут колёси, как самокаты, например. Нормотипичный ребёнок, он встанет на самокат и поедет покататься. Особенно ребёнок с аутизмом, он будет крутить колесо. И это для него будет игра. То есть, проще говоря, это не играет в игрушки по функциональному назначению. По функциональным назначениям не играет в игрушечки. Куклу тоже самое не могут её крутить и так далее. Вот такие вот особенности имеются. То есть, получается, есть детки, у которых есть только какие-то определённые отдельные моменты в поведении, а есть, которые прям совсем, как бы сказать... Ну, как вам сказать, да. Тут как бы тоже можно сказать, что есть такой уровень. Да, уровень. Хотя нет, при аутизме уровня нет. То есть, если есть аутизм, мы говорим аутизм и всё на этом. Это в мировой практике то же самое. То есть, раньше это было синдром Аспергера, синдром Каннера. Как бы такие вот разделения были. Сейчас же уже говорят аутизм. То есть, аутизм и всё, он аутизм. Но на практике, да, мы можем видеть, что есть тяжёлые детки, есть полегче детки. Это ещё связано с коморбидными расстройствами. То есть, аутизм не в чистом виде, а есть ещё другие диагнозы, которые к нему способствуют. То есть, их называем мы коморбидными расстройствами. То есть, у одного ребёнка есть и аутизм, и, например, обсессивно-компульсивное расстройство, да, например. Также может быть аутизм и эпилепсия, аутизм и СДВГ. То есть, гиперактивность, синдром действительного внимания, да, как мы это называем. Вот, когда вот ребёнок именно гиперактивен, это тоже является преградой для обучения. То есть, усидчивости нет, внимания нет, концентрация внимания и так далее. Вот, если будут вот такие вот, скажем так, коморбидные расстройства, да, конечно, это уже чуть-чуть тяжеловатая, скажем так, ситуация происходит. Вот такими способами, да, это возможно. Наверное, это вопрос чисто для себя и для, как бы, понимания картины. Получается, даже у здорового человека могут быть какие-то проявления, как у аутистов или у... Это, я поняла, что вы хотите спросить. Нет, это неприобретённый какой-то диагноз, да. Я не скажу, что это заболевание, я не люблю это слово применять именно к аутистам, я скажу расстройство, да. Потому что всё-таки аутизм – это не болезнь, это надо понимать, это расстройство. Вот. Аутизм – это то расстройство, которое вы не приобретает, то есть с ним, скажем так, рождаются. И аутист может родиться в любой семье, неважно, там, этническое происхождение и так далее, из рода племени, там, заболевания какие были, не были. Пока это не доказано, да, из-за чего вообще аутисты есть среди нас, вот. Это ещё не доказанные факты, но доказано, что аутисты могут родиться в любой нормальной семье. А вот, получается, есть тяжёлые прямо случаи, а есть, где детки чуть по… Да, есть, высокофункционалы мы можем их назвать, вот, есть такие, но сложности бывают именно, вот, как я уже ранее сказала, из-за коморбидных расстройств. То есть это коморбидное расстройство могут усложнить вот то самое расстройство. Получается, когда ребёнок маленький, он находится всё равно под опекой родителей. А когда ребёнок становится уже подростком и взрослым человеком, какова вероятность того, что он сможет жить самостоятельно, без какой-либо сторонней помощи? Вот, смотрите, есть у нас такое понятие, как раннее развитие, да. Сейчас вот даже с нормотипичными детьми все рано начинают отдавать почмучки и так далее, заниматься развитием ребёнка. То же самое здесь. Здесь очень важно увидеть этот момент, и чем раньше вы начнёте терапию, тем лучше. И самой эффективной терапией на данный момент для аутистов является и биотерапия. Что такое и биотерапия? И биотерапия – это поведенческий анализ. Мы убираем нежелательное, скажем так, поведение. У аутистов это очень часто проявляется, то есть нежелательное поведение. Это с чем связано? Тем же самым, что непонимание речи. То есть ребёнок не понимает, что от нас хотят, ребёнок не знает, как к вам надо обращаться, когда ему что-либо нужно, да, скажем так. И поэтому он тем самым, проявляя нежелательное поведение, вам показывает, что ему нужно. То есть вот крикнул, вы дали ему конфетку, вы взяли его на ручки, да, там бабушка прибежала, что с моим любимым внучком произошло и так далее. То есть ребёнок получает желаемое, то, что он хочет. И потом, если мы его не научим альтернативной коммуникации, то есть не кричать, а можно попросить, не говорящему ребёнку можно жестом попросить, либо у нас очень сейчас популярны карточки ПЭКС, то есть показывая карточку, что ребёнку нужно, да, если мы этому не научим, вот это поведение кричать и получать своё, оно и останется. И до той поры, пока мы не научим альтернативной коммуникации, что можно и по-другому общаться с нами, да, вот в этом плане. Проблема с коммуникацией и показать и сказать, что ребёнку нужно. Да, да, пониманием речи, то есть когда мы начинаем разговаривать, да, говорить, когда мы начинаем понимать, у них нет этого понимания, и у них нет имитации, да, вот как детки учатся норматипично, они имитируют поведение взрослого, своих сверстников и так далее. А у аутистов, да, вот этой имитации нету, то есть имитировать мы тоже учим ребёнка. Естественно, это вначале, скажем так, за столом, на ковре, да, просто имитировать наше поведение, мы это учим, потом уже должны переходить имитации в естественной среде, как это происходит у других норматипичных детей, людей и так далее. Вот, и из-за того, что вот нет имитации, нет понимания речи, нет самой речи, то есть ребёнок невербальный, да, и происходит это нежелательное поведение. То есть мы с помощью эйбиотерапии обучаем ребёнка альтернативной коммуникации, контролирует своё поведение, ну, коммуницирует с нами, да, но также мы туда и социальные навыки учим, у нас есть свои методы для этого, и академические навыки мы вводим, то есть это всё вместе с совокупностью эйби и даёт. А как на, скажем так, ранних этапах, когда ребёнок маленький, можно определить, что он... Да, если мы не проводим эйбиотером, да, скажем так, есть какие-то проблемы. Помимо вот базовых того, что он не отзывается на имя, нет зрительного контакта. Обратите внимание в первую очередь на коммуникацию с другими детьми. И ещё один такой момент есть на животных. Мы, наверное, все у своих детей замечают, как видят кошечку, собачечку, дети прям тянутся, там лялечки 6-7 месячные, но они уже там тянутся кошечкам, собачкам, или какое-то восхищение в глазах вы это увидите. А аутисты нет, они не обращают внимания на животных, то есть им вообще без разницы. Если даже вот к носу преподносишь и говоришь, смотри, кошечка, они как будто сквозь смотрят, либо вообще куда-то в другое место. Вот такой вот момент есть. Также, как они с другими детьми общаются, то есть это как будто никого нету, они сами по себе сидят, либо всё-таки... Если даже что-то отбирают, да, скажем так, вот какая-то коммуникация есть, а тут у них нет никакой коммуникации, то есть они не хотят общаться, скажем так, со своими сверстниками, с другими людьми и так далее. Да, мама, естественно, мама это такой сосуд, который очень необходим, который исполняет все их нужды, требования и капризы и так далее, поэтому то, что к маме там будет привязанность, так далее, другое. А вот обращает ли внимание на других людей, детей, сверстников, играются ли они, какая-то коммуникация есть ли, вот на эти моменты. И также на имитацию, то есть у нас есть разные, да, игры там, ку-ку, ку-ку, как ребёнок на это реагирует, повторяет ли он за вами, вот такие вот моменты всякие. А когда вообще начинается, приходят к вам с запросом на терапию? То есть самый минимальный возраст? А, полтора годика, год и четыре даже. Это когда уже заметно, и мама приходит запросом, что надо что-то делать с ребенком. Да, 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 самое раннее это было вот год и четыре, в моей практике, по крайней мере, да. А самое позднее, когда к вам приходили? Тринадцатый. То есть этот весь период они не замечали или как это? Замечали, конечно, нет, это не заметить, это сложно будет, поверьте, да. Там в полтора-два года, три года есть такое, бабушка сказала, что у нас папа такой. Он сейчас ещё вырастет. Да, он ещё вырастет, подожди, не мучай ребёнка и так далее. Вот, такое бывает. Но вот когда вот 10-13, да, скажем, да, почему они так поздно? Нет, они куда-то ходили, да. Да, но как-то вот те методы, которые они применяли, как с ними занимались, это не подходило. Скажем так, тут квалификация терапевта, эпитерапевта, да, там, логопеда, депутолога тоже играет большую роль. Поэтому здесь надо тщательно смотреть и выбирать для своего ребёнка подходящего терапевта, учителя, скажем, да, так. Но здесь тоже, конечно, это ответственность на родителях, конечно, лежит. Здесь, как бы, родитель должен выбирать и смотреть для своего ребёнка подходящего, квалифицированного, высоко квалифицированного, хорошего специалиста. Как я понимаю, мало, да, специалистов, которые могут работать с такими детьми? Ну, к сожалению, да. В Зубикистане, например. Не скажу, что их много, да, потому что вот для нормотипичных детей очень много сейчас. В каждом шагу, грубо говоря, почемучки, там, робототехника, рисование и так далее, да, очень много всего. Особенно по поводу спорта, там, и дюдо, и карате, и бокс, и всё, всего много. А для аутистов элементарно в бассейны их не берут, потому что индивидуально заниматься даже, они говорят, а как, он не понимает, мы не сможем. Да, то человек не может коммуницировать с таким ребёнком. Да, не могут, и они говорят, а как, это как бы и небезопасно, я не буду брать на себя такую ответственность, как бы, за особенного ребёнка, вот. Вот, и поэтому многие в этот момент, да, отказываются. Нам очень сейчас остро не хватает именно спортивных каких-то секций, там, плавание, а также карате и так далее, где бы взяли вот группами или хотя бы на индивидуальной основе именно особенных детей. Вот, вот этим вот очень остро, как бы, стоит вопрос, а за счёт эбиотерапевтов они есть, да, их немного, но они есть, вот. Ну, это, как я понимаю, самая эффективная, да, терапия для детей? Да, самая эффективная. Она в мировой практике уже доказана, что это самая эффективная терапия при аутизме, при синдроме Дауна, при интеллектуальной недостаточности. То есть она подходит не только для аутистов, а для многих особенных веток. Хорошо. Спасибо вам большое за интервью. Очень много полезной информации. Ну, а мы пойдём дальше. На первом этаже проходит большая часть терапии, разные кабинеты. Я вижу, что открыта дверька в арт-терапии, и нам разрешили посмотреть, как там всё проходит, сам кабинет. А здесь мы видим рисунки особенных деток, которые приходят сюда на терапию и учатся рисовать. И как мне объяснили, что дети очень часто проявляют себя именно через рисунки. А здесь проходит песочная терапия. Могу сказать, что это залипательно даже для взрослых. Вот так интересно рисовать на песке. Ещё раз хочется отметить, что в этом центре специализируются на особенных детках. Здесь работают только высококвалифицированные специалисты и подбирают максимально подходящую терапию индивидуально для каждого ребёнка. Давайте спустимся на нижний этаж и узнаем, что же нас там ожидает. На нижнем этаже также кабинеты с разными терапиями, но здесь они больше направлены на сенсорику и какие-то, допустим, телесные ощущения. Например, кабинет массажа. Здесь мы видим кабинет нейропсихолога, гончарная терапия, сенсорная терапия. Нам разрешили посмотреть гончарную терапию. Давайте заглянем, что нас ожидает внутри. Здесь детки занимаются гончарным мастерством, которое направлено на развитие мелкой моторики. Детки лепят рыбок, чашечки, ёжечков, очень красивые подделки. Естественно, это всё под присмотром специалиста, который знает, как работать с такими детьми. И посмотрите, какие красивые подделки получились у деток. Прелесть же! Давайте посмотрим, что нас ждёт дальше здесь. Сейчас мы находимся в комнате сенсорной интеграции. Здесь у нас специалисты. Меня зовут Эвелина. Здравствуйте, Альсия Рустановна. Очень приятно. Подскажите, пожалуйста, чем здесь занимаются дети, на что направлена эта терапия? Сенсорная интеграция – это способность организма синтезировать и анализировать те новая информация, которая поступает от организма, либо от окружающей среды. Здесь в нашей комнате мы обучаем наших детей, прививаем новые навыки. То есть что-то переложить, что-то перекладывать. То есть то, что обычно происходит у детей в норме, здесь мы это всё прививаем. Это мы научим в нашей комнате. То, что понадобится им в дальнейшей жизни. Например, переходить, перепрыгивать, либо что-то где-то проползти. То есть у наших ненормотипичных детей, эти системы, эта информация сложно обрабатывается. То есть мозг не может дать сигнал, чтобы он это сделал. Мы же учим детей с помощью специального оборудования, подвесных качелей или ёжиков. То есть мы обучаем детей новым ощущениям, скажем так. Спасибо большое. Очень интересно, стало всё понятно, чем занимаются дети в этой комнате. Но здесь всё очень яркое, мягкое, и, ну, мне кажется, деткам интересно здесь находиться. Да, у нас все занятия проходят в игровой форме. То есть первый день у нас адаптационный. То есть приходит ребёнок, мы с ним играем, у нас эмоции, мы с ними смеёмся, где-то шепотим, где-то подбрасываем в воздухе, чтобы у них комната ассоциируется с положительными эмоциями, чтобы им было приятно сюда возвращаться. Но в то же время мы знаем, какой навык ему нужно привить, и мы при этом в игровой форме мы ребёнку это прививаем. А то есть родители приходят запросом, или уже в ходе работы вы понимаете, чего не хватает ребёнку, какого навыка у него нет? Для начала, когда к нам приходят родители, он объясняет, а это сложность адаптации, либо это идёт какие-то сложные, новые поведения, которые ненормально, скажем так, неприемлемое поведение. Мы с этим работаем. Иногда, когда у нас бывает сложная ситуация, и мы не можем разобраться, мы даём родителям сенсорный профиль, то есть опросник, благодаря которому мы узнаём, исходя из вопросов, которые мы им задаём, и по этому опроснику мы составляем программу для ребёнка, и по этой программе мы дальше вот работаем с ребёнком. То есть у нас есть занятия все поэтапные, по всем системам работаем поочерёдно, то есть и на тактильную систему, и на зрительную, и на слуховую, и на обонятельную, и на вестибулярную, и на проприоцепцию, то есть поэтапно на каждую систему. Хорошо, спасибо большое вам за ответ развернутый, ну а мы идём смотреть дальше. Здесь мы видим небольшую столовую, где завтракают, обедают и ужинают детки, у них предсмотрено четырёхразовое питание, ну а за удобство отвечает компания Айка, и снова StoolFits. Мы сделали обзор на весь центр, поэтому давайте зададим пару вопросов управляющей Аарон Китс. Здравствуйте, меня зовут Эвелина. Здравствуйте, меня зовут Луиза. Я являюсь координатором коррекционных программ в центре Аарон Академии Китс, и заместителем директора этого центра. Расскажите немножко про сам центр, как он строился, как находились специалисты. Наш центр был создан, знаете, сказать замечательным человеком, это ничего не сказать. Человеком с огромным сердцем, с огромной душой. Ими является Мерзалиева Камола Кукамбаевна, которая сама мама, которая знает вообще, что такое это состояние, состояние аутизм, она сама мама такого ребёнка, и сподвигнула её на организацию такого центра именно свой жизненный опыт, необходимость, которая появилась именно с рождением такого ребёнка в семье. Она создала этот центр для того, чтобы в первую очередь помочь своему сыну и помочь тем людям, которые столкнулись с этим состоянием. Вот так был создан центр. 6 мая мы открылись, в прошлого года. Коллектив тоже набирался очень интересный, знаете, так у каждого своя история. Все специалисты, которые пришли к нам в центр на работу. Я всегда говорю, что в такой сфере работают люди, которых Бог буквально пинцетом из общего числа выбирает. Поэтому здесь нет случайных людей, здесь нет людей, которые пришли зарабатывать деньги, а здесь есть люди, которые любят свою профессию, которые готовы помочь, которые готовы быть рядом с семьёй, с ребёнком, и которые готовы вместе выходить из этого состояния. Таким же человеком является коммологу-комвайру. Таким образом был создан наш центр. В нашем центре есть около 15 терапий, которые являются коррекционными и образовательными терапиями, которые помогают деткам, родителям, семьям, которые обращаются к нам за помощью. В наш центр приходят не только дети с аутистическими расстройствами, а также дети с другими особенностями, с другими состояниями, заболеваниями. И наряду с такими детками с особенными потребностями к нам приходят, и дети обычно, что принято называть, нормотипичные дети, то есть в норме. Так как у нас есть как коррекционные терапии, так и образовательные терапии. Но это такие всем известные терапии, как терапия работы с психологом, с дефектологом, с логопедом, с ABA-терапевтами. Это сейчас очень такая терапия, которая набирает обороты у нас в Узбекистане, и очень практическая терапия, которая действительно оказывает необходимую помощь деткам с расстройствами аутистического спектра. Помимо этого у нас есть терапии, такие как арт-терапия, музыкальная терапия, сенсорная интеграция с мозжечковой стимуляцией. Целая сеть, целая группа специалистов, которые работают с детками с двигательными нарушениями. Это такое отдельное ответвление инструктора ЛФК, массажисты, гидротерапевты, дефектологи, логопеды тоже. Ну это понятно, что это все специалисты, которые именно работают с особенными детьми. Это сертифицированные, квалифицированные. Сертифицированные именно специалисты по работе с особыми детками. Но, вы знаете, например, наши специалисты, те, которые работают в гончарной терапии, например, в парт-терапии, музыкальной терапии, это специалисты, которые, в принципе, работают с обычными детьми тоже, но которые прошли специализацию именно по работе с детками с особыми потребностями. Также у вас есть здесь детский сад и школа, да? Да. Мы работаем в трех направлениях. Коррекционное направление, то есть те дети, которые к нам приходят, именно заходят на коррекционные занятия. Для каждого ребенка составляется индивидуальная программа. Они приходят на свои терапии, получив свою терапию, уходят домой. Также это второе направление, наш детский сад, дошкольное учреждение наше, и школа. Третье направление, да. Вот по трем направлениям мы работаем. А вот когда к вам обращаются, допустим, родители с ребенком, как проходит консультация? То есть вы даете им список вопросов, на которые они должны ответить? Или как? Ну, во-первых, как они на нас выходят, это у нас есть в интернете сейчас. Современность, она так, да, диктует свои правила. Так что если когда человек, например, мамочка, например, получает, ну, у ребенка ставится диагноз, например, аутизм, будем грубо говорить, или расстройство аутистического спектра, либо задержки какие-то с элементами аутизма, набирается в интернете эта тема, и сразу выходит список, да, там, центров, например, да, коррекционных. Вот также мы тоже есть, как бы, можно у нас найти в соцсетях, оттуда очень большой поток детей и родителей у нас в центре. Вот они приходят к нам, записываются на консультацию, наш регистратор регистрирует их, дает им определенный день какой-то, они приходят в этот день, проходят консультацию у нас, у специалистов, за ними составляется программа, индивидуальная программа коррекции ребенка, то есть учитываются сильные, слабые стороны, да, есть определенный перечень вопросов, которые задаются, также есть многие моменты такие для того, чтобы для нас, как для практик, очень важно иметь представление, с чем мы работать будем, да, то есть каждая, например, нозология, не обязательно мы сейчас не говорим узко об аутизме, да, любая нозология другая, она есть свои побочные эффекты, есть вещи, которые допустимы, есть вещи, которые недопустимы, да, то есть мы задаем вопрос, собираем анамнез и составляем индивидуальную программу. По этой индивидуальной программе к нам приходят детки, и уже в дальнейшем мы уже смотрим, как они развиваются, по ходу вот этой всей коррекционной программы что-то добавляется, что-то убирается, добавляется новая терапия, например, там, если мы видим, что ребенок раскрывается, и, то есть мы даже выявляем очень часто какие-то, например, их пристрастия детей, да, например, ребенок раскрылся там в арт-терапии, да, добавили арт-терапию для общего развития, да, и у ребенка пошла там реакция такая, что вот ему хочется рисовать, ему хочется творить, а мама до этого могла не замечать этого, могла мама заниматься только, например, с дефектологами или логопедами, да, психологами, то есть не развивая его в другую сферу, духовную сферу. Поэтому мы здесь также и вот этим занимаемся, то есть находим сильную сторону ребёнка и в этом русле его развиваем. А вот, допустим, есть ли какая-то, скажем, психологическая помощь или поддержка для мам, которые приходят, и мне кажется, что сложно родителям принять тот факт, что наш ребёнок особенный, он другой? Вы задали, знаете, очень важный вопрос, наверное, самый важный, на том этапе, на котором к нам приходят родители с ребёнком, потому что психическое, психологическое состояние мамы это самый важный момент в коррекции ребёнка. Если мама сама, ну, естественно, когда она принимает этот диагноз, получает этот диагноз, будем так говорить, да, узнаёт о диагнозе такого ребёнка, это стресс очень большой для мамы, для семьи. Как правило, мама такая погружается в такое уныние, ей ничего не хочется, у неё опускаются руки, она думает, ну, как же так, ну, как, всё же было хорошо, как так случилось? Причём зачастую у детей с расстройственного психического спектра бывает такая ситуация, ребёнок рождается, развивается, вроде бы нормально, всё хорошо, на каком-то этапе происходит откат. И вот мама, конечно, говорит, было же всё хорошо, всё нормально, и она в таком стрессе находится, страшном, что надо сначала как бы реанимировать маму, работать с мамой, работать с семьёй, чтобы они знали, с чем имеют дело, то есть объяснить это, что это не конец света, что всё в руках мамы, в руках специалистов, как бы, да. И мы тогда, конечно, у нас есть психологи в центре, работают психологи по родительско-детственным отношениям, именно взрослые психологи, и они, конечно, мамы приходят на консультацию к специалистам, получают эту консультацию, слышат то, что, в принципе, не хотели слышать, потому что одно дело услышать от кого-то там, да, в семье, на улице, и другое дело прийти к специалистам. И получить уже, да. И авторитетно так уже, да, получить какие-то рекомендации. Вот, поэтому мы оказываем поддержку родителям. Вот, после этого, конечно, мама мобилизуется, она понимает, что не всё так сложно в этой жизни, нужно просто работать, не конец света это. Да. Вот, и продолжаем дальше работать, да. Спасибо большое за столь развернутый и интересный ответ. Я думаю, что вы можете провести нам небольшую экскурсию, особенно по детскому саду. С удовольствием. Давайте. Мы, получается, с вами находимся в образовательной части Аарон Китс, правильно? Да. Здесь у нас находятся детский сад и школьные классы, а также кабинеты ЭБИ-терапевтов. Пройдём, сейчас посмотрим. У нас идут занятия в школьном классе. Здесь наши дети сейчас повторяют пройденный материал, который был на утренних занятиях в школе. Получается, у них занятие длится час. Да, час, занятия длится час. Они проходят какой-то материал, изучают буквы, изучают цифры, счёт. Ну, всё как по плану. Времена года, то есть то, что проходят обычно дети в первом классе. Это кабинет музыкальной терапии. Здесь дети изучают логаритмику, игре на инструментах. Эти дети обычно очень... Им нравится занятие музыкальной терапией, потому что это всегда радостно, это всегда движение, это всегда музыка. Любой ребёнок любит, поэтому это одна из любимых комнат наших детей. Также вот здесь на фортепиано, вот по такой системе они занимаются. То есть так легче воспринимать. По цветам. По цветам, да. И здесь есть схема, и по этой схеме они изучают ту или иную мелодию. То есть здесь происходит приобретение навыков, игры на фортепиано. Другой кабинет. Здесь они занимаются со стюторами своими, со воспитателями. И тут же есть двое детей, которые у нас спят со школы, школьников выдвигаются кровать, и они там отдыхают. То есть всё у вас предусмотрено? Да. А это какой кабинет? Это кабинет ЭБИ-терапии. На русском языке это звучит пап-терапия, прикладная поведенческая терапия. Эта терапия, она подразумевает собой вот всё, всё, чему нужно учить ребёнка. Правильно вести себя за столом, например. Правильно вести себя, как нужно, в ванной комнате. Либо учиться там, разбираться там в цифрах, или в буквах, или какие-то там другие навыки. Изучать всему, вот именно обучают этой терапии. То есть я правильно понимаю, что здоровый ребёнок этому учится сам, в ходе развития жизни? А именно ребёнку с аутизмом нужно именно каждый навык его учить. А как это отражается на дальнейшей жизни? То есть вот ребёнка научили всему, что необходимо. А вот когда там лет 14, 15, 16, как дальше продолжать? Во-первых, так закладываются навыки в себе. То есть наша главная задача социализировать ребёнка. То есть чтобы они социуми, потому что само состояние аутизма, оно обуславливается тем, что ребёнок находится в своём мире. Как бы асоциально, если он так говорить. И для того, чтобы он мог в социуме общаться с другими людьми, с детьми, с верстниками, ему его надо вводить в это общество. То есть учить, как вести себя в той или иной ситуации, как понимать это или то. В дальнейшем уже с каждым шагом, с каждым моментом взросления ребёнок научается более другим навыкам. То есть он учится быть более активным, более общительным и так далее. То есть у каждого ребёнка свой запрос. Каждый ребёнок, приступая, например, к нам в центр, может что-то, не может что-то, например, знает что-то, не знает что-то. И в зависимости от этого составляется индивидуальная программа коррекции. И тогда мы уже смотрим. И на каждом этапе у ребёнка, например, это он не мог, и он в дальнейшем, то есть как он взрослеет, так же и программа эта тоже растёт. То есть возможностей больше, знаний больше, навыков больше. То есть таким образом выстраивается. Каждому индивидуально. А сколько самому старшему ребёнку в вашем центре? В нашем центре самому старшему ребёнку 16 лет. Этот ребёнок, он не приходит в нашу образовательную систему. То есть наша образовательная система состоится из детского сада и школы, первого класса. У нас ещё есть одно из направлений нашего центра, это коррекционные занятия. То есть на коррекционные занятия самый большой ребёнок, ему 16 лет. Он приходит к нам на определённый набор терапии. То есть у него все расписание своё индивидуальное, и все занятия у нас тоже проходят в индивидуальном порядке. И вот на этих индивидуальных занятиях тоже он учится тем или иным навыком. А вообще в наш центр принимаются дети от двух лет до шестнадцати лет. Угу, с двоих шестнадцати. На этом наш выпуск подошёл к концу. Я искренне надеюсь, что вам понравилось данное видео. Мы смогли развить некоторые мифы, раскрыть эту тему. Ну, делитесь этим выпуском со своими близкими и друзьями, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока-пока.